Всем привет и добро пожаловать в видеоотчет Глазнот за неделю 43-2023. В сегодняшнем выпуске мы вас не будем грузить в течение 30 минут различными сложными терминами, понятиями и формулами. Напротив, мы сразу откроем капот и попробуем разобраться в той жести, которая произошла на прошлой неделе. Итак, начнем с опционов. Очевидно, что во время прошлой недельного шторма с опционами ничего серьезного не произошло. Никакой более-менее заметной паники на рынке опционов мы не наблюдали. Никакой панической распродажи и всего такого. Но совершенно противоположная картина наблюдается на рынке фьючерсов. И здесь мы видим огромный слив трейдеров с плечом. И, со многих точек зрения, похоже, это и стало катализатором происшествия. Итак, перед нами открытый интерес бессрочных фьючерсов. Вот здесь у нас рухнул FTX, вот тут взорвался Three Arrows Capital, а здесь Луна. Во всех этих случаях мы видели значительные ликвидации, и мы видим масштаб, с которым гасился открытый интерес. А также мы видим этот последовательный рост. Все выше, выше и выше, пока очередной раз все это не смело. И хоть FTX стал частью этого события, когда трейдеров ликвидировало, часть объемов открытого интереса также была уничтожена вместе и с самой биржей. Но обратите внимание, как открытый интерес с видимой стабильностью продолжал свой рост до самого момента, пока все не рухнуло вниз. Бам! Смело огромное количество ордеров с плечом. Если мне не изменяет память, это было где-то около 1,2 миллиарда долларов за короткий период, около часа двух. Хоть объем был не такой, как при FTX, но они были довольно сопоставимы. Масштаб сопоставим с тем крахом, который мы наблюдали во время закрытия Луна, а также краха Three Arrows Capital. И во многих смыслах нам это говорит, что именно рынок фьючерсов чрезмерно делал ставки на лонг. А эти ликвидации лонгов нам говорят, что они определенно ошиблись. 130 миллионов контрактов было ликвидировано всего лишь за несколько часов, что определенно стало даже большим количеством, чем во время краха FTX. Но вот что характерно, этот шорт-сквиз, вот эта красная зона, на самом деле запустила ралли 2023-го. Говоря в целом, тренд обычно смещается, когда происходит событие, оставляющее множество трейдеров за бортом. В итоге рынок получает импульс в противоположном направлении. Этот январский шорт-сквиз стал последним, хоть как-то напоминающим по объему вот это событие. Поэтому данное событие потенциально может стать вызывающим изменения тренда. Повторюсь, мы ниже этих скользящих средних, этого уровня себестоимости, а такой крупный объем ликвидации говорит нам о том, что происходит позиционная игра. При этом масштаб определенно достаточен, чтобы нанести урон рынку, который иногда вызывает изменения настроений. Итак, мы увидели, что рынку фьючерсов изрядно досталось. Опционы особо не задело, а рынок спот оказался значительно перегружен в верхней зоне. Поэтому следующим нашим шагом будет понимание того, как на все это реагируют инвесторы. Что ж, долгосрочные держатели особо никак не отреагировали. Мы с вами видим, что объем долгосрочных держателей находится на историческом максимуме. А на этом графике мы с вами видим объем монеты долгосрочных держателей, который был отправлен на биржи. То есть мы конкретно смотрим на монеты долгосрочных держателей, отправленные на биржи. Вот эти красные столбики, мы можем посмотреть на цифры, но главное, они показывают события очень высокой волатильности. Это то, когда наступает паника, то, когда люди получают прибыли. Но главное, мы с вами ищем те моменты, когда долгосрочные держатели продают свои монеты по каким-либо причинам. И по сути, здесь нет ничего. То есть объем долгосрочных держателей не просто на историческом максимуме, так они еще и практически не отреагировали. Это когорта ходлеров, и со многих точек зрения они остаются в этой когорте, и начинают лишь двигаться, основываясь на исторических данных, только при достижении исторического максимума. Как только мы достигли АТАЖ в 2020, посмотрите, их продажи начали расти. Поэтому, смотря на все эти данные, скорее всего, я бы сказал, данная линия продолжит свое горизонтальное движение, пока мы не достигнем АТАЖ. А на этом графике показаны краткосрочные держатели. Здесь они представлены оранжевым цветом, и здесь я добавил объем краткосрочных держателей, находящихся в убытках. Это действительно хорошо описывает ситуацию, которую я называл перегруженный сверху рынок. Сразу так и не видно, но если взять и увеличить график, то можно увидеть, что 300 тысяч биткоинов, краткосрочных держателей, находятся в прибыли. Оставшиеся 2,3 миллиона биткоинов, 88,3% всех монет краткосрочных держателей, сейчас ниже уровня воды. Это действительно хорошо описывает перегруженный сверху рынок, и когда данная картина с убыточными монетами накладывается на текущую ситуацию, мы с вами видим, как рынок спот начинает соответствовать рынку фьючерсов, движению цены и волатильности в опционах, приводя к прекрасному идеальному шторму. Это привело к одному из тех событий, когда биткоин не показывал волатильности, а внезапно стал очень волатильным, когда рынок к этому не был готов, и внезапное резкое падение привело максимальное количество боли. И мы подошли к концу нашего выпуска. Надеюсь, он вам был интересен и полезен, а если вам есть что сказать, то напишите об этом в комментариях. С нас контент, с вас лайк и подписка. До встречи в следующем выпуске, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok